привет мои хорошие сегодня у меня не запланированное видео знаете почему я решила его снять потому что в личку пишут часто девочки которые общаются с турками и как бы делятся своими историями и спрашивает советы что как им как им поступить что им ответить своим молодым людям тема как общаться с турецким мужчиной наверно как вести себя с турецким мужчиной при знакомстве в интернете не в интернете не имеет значение я не буду давать советы вот это делаете вот это не делаете вот так все правильно а вот так неправильно нет я секунду так на чем мы остановились не буду давать таких прямо категоричных советов говорить вот только вот так вот правильно я просто расскажу свою точку зрения на эту ситуацию как бы я повела себя вот с чего начнем например пишет вам турецкий мужчина да не только турецкий наверно турецкий мужчина в интернете хочет с вами познакомиться понравился он вам видите фото то все понравился он вам он начинает задавать вопросы конечно же про то чем вы занимаетесь в каком городе вы живете естественно это нормальные вопросы у меня тоже мой муж спрашивал им работаю я или нет чем я занимаюсь в каком городе вот потом самое что спрашивал мой супруг это было про мою семью пара мой характер мою семью что я предпочитаю о семейных отношениях что для меня главное что не очень вот задает вам мужчина вопросы где вы работаете вы можете конечно сказать где вы работаете но не обязательно если вы работаете каким-то директором даже не директором каким-то заведующим можно директором человеком который занимает руководящую должность и имеет хорошую зарплату я имею так имею ввиду это не обязательно этому мужчине знать об этом он вам никто он чужой мужчина не забывайте что очень много альфонсов очень много которые ищут именно именно не женщину а мешочек денег для себя точно также таким очень много девочек которые ищут богатых содержают с богатых мужчин которых будет просто содержать а вот не нужно говорить кем вы работаете что вы делаете кем вы работаете сколько вы зарабатываете вообще не нужно говорить финансовую тему вообще не рассказывайте конечно все хотят показать какая независимая вот такая вот вся деловая все сама да все сама не надо не показываете этого может быть вы независимая может быть вы и хорошо зарабатываете ему об этом знать не нужно знаете почему потому что он может поставить глаз на ваши денежки они на вас и потом вам будет очень обидно когда вы это поймете спустя какое-то время когда он начнет у вас просить подарочки и т.д. и т.п. скоро будет приглашать приехать встретиться за свой счет не за его счет а за свой почему-то чаще всего это происходит вообще на это тоже я бы обратила бы внимание я конечно не говорю что категорично если вы едете за свой счет то нет из таких отношений ничего не выйдет возможно и выйдет есть такие браки которые девочки ездили за свой счет и все у них потом получилось но я говорю как бы сделай а я бы за свой счет никогда не поехала бы к мужчине в другую страну никогда более если он не приглашает встретиться ни за что не поехал он обязан купить это я так думаю девочки он обязан купить билеты снять гостиницу предоставить вам говорится все условия для того чтобы вы к нему приехали в гости конечно если вы хотите сами приехать это другое дело тогда вы извините меня и билеты покупайте и гостиницу оплачивать все делайте вы сами но если мужчина приглашает вас естественно это должно быть за его счет но мои хорошие а вы когда едете в чужую страну у вас должны быть заначки денежки на нз как говорится неизвестно что произойдет а свои документы ни за что никому не давайте даже посмотреть ходите в город с ксероксом даже лучше с фото фото сделайте документы и хватит у вас мало кто будет спрашивать мне никогда не спрашивали документы когда я приезжала в роли туриста я два раза была в турции в роли туриста до того как выйти сюда замуж а вот и у вас на всякий случай на всякий случай должен быть второй мобильный телефон я когда ездила я ездила так когда туристами за у меня был второй мобильный телефон о котором никто не знал у меня были на нз денежки запрятанные и я с документами своими город не выходила все это было запрятано делайте вот сделайте так вам от этого хуже не будет вот это я к чему говорю если вдруг вы приедете к своему мужчине и у вас что-то там не сложится а гостиницу снял вам он и извините меня вас что-то не сложилось вы поругались решили расстаться вы поняли что это не вас не ваш мужчина что вы будете делать вы же не останется в этой гостинице конечно же не останетесь и вам для этого нужны денежки чтобы снять какой-то номер в другой гостинице вот как говорится лучше перестраховаться чем потом сидеть в луже дерьма вот будем так говорить чтобы еще я сделала бы а вот насчет финансов никогда не говорите сколько вы зарабатываете это это очень важно но очень важно девочки не нужно и когда вы едете к этому мужчине тоже первый раз встретиться или он к вам есть не нужно его осыпать подарками он чужой человек не нужно я никогда бы ничего не никакому мужчине потенциальному кавалеру не стала бы вести да вы женщина это вас должны осыпать подарками если на то пошло вы слабое существо он мужчина который должен вас завоевать не вы должны его завоевать а он должен вас завоевать я так что вот что еще сказать конечно когда вы уже приехали все вы проводите вместе время вы спокойно можете тратить свои денежки на себя любимую купить пойти на шопинг что-то там купить себе это нормально я не говорю что все ваши расходы должен оплачивать он нет это нормально вы можете себе что-то купить но если он будет покупать опять-таки вот понимаете почти все идет финансово потому что а все проблемы потом из этого вытекают почему-то вот я часто смотрю читаю посты фейсбуке почти все проценты 90 95 процентов потом этих проблем семейных не только семейных вытекает почему-то из финансовых вот этих вот расхождений что я говорила вы можете себе сами что-то купить но если мужчина предлагает вам купить какие-то подарочки ну вашим детям может быть вашим родственникам не нужно отказываться не нужно вы не думаете что это как в россии разум нам цветочек подарил вы ему что-то обязаны нет турецкий мужчина обязан за вами ухаживать и обязан вас осыпать подарками даже нет обязан за вами ухаживать то но подарками а спать не обязан не могу сказать у каждого свои возможности но если он посчитал нужным подарить вы вы должны принять подарок они они говорят о это неудобно чего неудобно вы уже приехали к этому мужчине вы уже потенциально его подруга это очень даже удобно конечно если вы приехали и поняли что это мужчина не ваш что вы с ним отношения строить не будете это другое дело некие подарки принимать не надо и никуда с ним ходить не надо это уже другое тело я об этом не говорю я говорю только о той ситуации когда вы приехали к человеку вам он нравится и вы с ним планируете дальше строить отношения я говорю об этой ситуации вот что еще вам сказать мои хорошие не рассказывайте я сколько раз говорила не рассказываете вообще ничего знаете плохого о своей семье что у вас плохие отношения с семьей вообще не говорите у вас должен быть идеальное отношение семьей человек не должен об этом узнать что у вас какие-то проблемы какие-то там недопонимание в семье семье вот ну естественно но это естественно что говорит что у меня там квартира тут дача это тоже не стоит но опять все финансово все финансово потому что но от этого очень многое зависит мои хорошие очень много у меня можно пример вообще практически не задавал мне вопрос про финансовую часть у меня спросил работаю я или нет я сказала нет он спросил про маму естественно работает или нет и про брата я все ответила и и все он один раз все спросил все дальше этот вопрос не поднимался на что мы живем как бы какая сумма у нас в месяц уходит на продукты на одежду на что я хожу в кафе там салоны красоты он у меня не спрашивал вот еще вас должно напрячь знаете что если ваш мужчина во во всем с вами соглашается во всем главное ты только приедь ты только выйди за меня замуж все у нас будет прекрасно и и на все он прям согласен это тоже должно вас как бы насторожить не может быть так чтобы прям все человеку нравилось не может быть я опять скажу про своего мужа были какие-то у нас моменты которые он мне сказал вот это вот так вот так вот так вот так должно быть вот и точно так же если я бы обратила внимание на членов семьи кандидатов кавалеры точнее в мужья точнее на женщин и обратила бы внимание откуда родом турецкие мужчина все-таки сторона карадониста сторона они более консервативны более религиозны конечно если для вас эта проблема если же не проблема то нет все нормально просто та сторона они более покрытые их женщины но это зачастую их женщины более закрытые ходят там мужчины более такие требовательные знаете но я так считаю я говорю это из того что я видела по своим наблюдениям это не значит что сто процентов все такие вот вот на чтобы я обратила внимание финансовую сторону не обсуждать не рассказывать какая вы прекрасная все прекрасно зарабатываете себя содержится да вы зарабатываете но зарабатываете ровно настолько чтобы себя вот прокормить финансовую сторону не обсуждать не рассказывать о том что у вас есть за плечами машины квартиры и дачи него пытаться задарить мужчину подарками абсолютно этого не нужно делать иметь с собой денежки телефон и документы все спрятанное на nz и что еще я сказала и обратить внимание откуда родом мужчина эти четыре вещи я бы наверное на это обратила бы внимание еще что-то было но у меня вот уже из головы и это вылетело вот пока говоришь одно может можешь забыть про другое вот видео было спонтанным я заранее ничего не записывал пунктики я себе записала наверное их было побольше но как-то так девочки мои так всем желаю чтобы у вас все ваши начинания с турецкий мужчина заканчивается именно так как вы хотите не всегда это получается еще мои хорошие по ссылке я вам пожелаю не связывайтесь с женатыми мужчинами какие бы они вам сказки песни о любви не рассказывали не связывать с женатыми мужчинами и даже не только женатыми а с теми мужчинами нет не с теми мужчин не рожайте Вот не связывайте с женатыми мужчинами И не рожайте вы мужчинам детей, если вы не в браке Не нужно этого делать Столько случаев здесь потом этих детей они отбирают Потом мамы остаются ни с чем Ну, конечно, турки любят детей Но ни одного мужчину детьми не удержать Если мужчина не хочет на вас жениться Вы его ребенком на себе жениться не заставите Если даже и заставите, какой-то там маленький процент будет 2-3% из 100, наверное, которые из чувства долго женятся Но такой мужчина же не будет с вами нормально жить Вы сами будете несчастны в этом браке Поэтому не пытайтесь забеременеть, родить Лишь бы женить на себе этого мужчину В надежде женить точнее Вот так вы и останетесь с этим ребеночком потом Или он у вас его отберет, что часто бывает И женатые мужчины, это вообще должно быть табу Вообще табу Потому что здесь редко разводят Ну, не редко разводятся Есть, конечно, разводы Но зачастую не разводятся Не разводятся Погуляют, используют вас А вы останетесь у разбитого корыта Или поставьте себя на место жены Хотели бы вы, чтобы ваш супруг уделял внимание другой женщине Вам тоже было бы неприятно Ставьте себя на место супруги Вот все, мои хорошие Все, что я хотела посоветовать Получилось, конечно, сумбурно Начала оттуда, закончила там Но что поделать Какие мысли в голову пришли Я таких и рассказала Все, закройте на этом Пишите свое мнение мне Вот под этим видео мне очень интересно Ваше мнение, что вы думаете по этому поводу Какие бы пунктики вы внесли бы Что не стоит говорить Или что не стоит делать с турецким А, еще забыла Мои хорошие Никогда турецкому мужчине Не нужно рассказывать О своих предыдущих отношениях И о том, что какая вы востребованная Что за вами очередь стоит Кавалеров Никогда Не пытайтесь турецкого мужчину Вывести Знаете, на ревность Что вот Флиртуя с кем-то другим Не нужно показывать ему Что если не он Так вот там сотни Там Иванов, Петров Я не знаю Сергеев Или Асланов, Мухаммедов Стоят в очереди Не нужно Он это поймет по-другому Он поймет, что вы легко Доступная женщина Что вам разницы нет С ним Или с другим Никогда Не делайте этого Не стоит этого делать И вот про свои бывшие отношения Да, конечно У всех у нас есть багаж Да, было И все Но вот Углубляться Подробности Как за вами умирали Как вас носили на руках Вот там Оттуда Витя А отсюда Сергей А отсюда Мангомед А отсюда Ахмед Этого всего не нужно делать Если на самом деле За вами умирали мужчины И вы такая достойная женщина Ваш мужчина Это и так поймет Без того Как вы это все будете рассказывать Все, мои хорошие На этом закроюсь наконец-то Я еще раз скажу Я бы сказала Только свое мнение У вас может быть Оно свое И вот ваше мнение Мне очень интересно Пишите, пожалуйста Под моим видео Ваше мнение Что вы думаете об этом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому